Сегодня я хочу рассказать о задней бабке токарного станка Proxon PD250E. В первом видеоролике о станке я упоминал заднюю бабку с восторгом, однако не всё так хорошо оказалось на самом деле. Об этом я расскажу чуть позже. Для начала я хочу показать устройство задней бабки. Выполнена она, как и все детали станка, очень аккуратно. Корпус бабки из литого под давлением алюминия. Салазки, которые ходят по чугунное станение станка, также алюминиевые, шлифованные. Катается бабка по призменной и прямой направляющим в ослабленном виде, поэтому думаю, что выработка алюминия по чугуну будет несущественная. Конструкция для станка такого размера обеспечивает достаточную жёсткость, несмотря на то, что она полая внутри. Для фиксации задней бабки предусмотрена стальная плита толщиной 5 мм, которая ложится между рёбер жёсткости бабки. Плита при установке бабки на станину заводится под направляющую в отфрезерованную четверть. Винтом М5 бабка притягивается к станине. Неудобно сделан этот фиксирующий винт, но альтернативы ему я не вижу. Любая альтернатива будет мешать маховичку поворотного суппорта при сближении с задней бабкой. Пиноль выполнена из стали, имеет посадочный конус Морзе номер 1. Для того, чтобы вынуть пиноль из корпуса задней бабки, необходимо вывернуть два фиксирующих потайных винта. Первый винт фиксирует пиноль под проворачивание в бабки. Наконечник винта входит в продольную проточку на пиноле и имеет форму цилиндра. Второй винт фиксирует шпильку с резьбой и маховичок с лимбом. Форма наконечника у него в виде конуса. Он фиксирует втулку со специальной проточкой, которая в свою очередь напрессована на подшипник. Подшипник посажен на шпильку, которая при вращении толкает пиноль в конусе бабки. Всё сделано чётко и аккуратно. Но и тут, на мой взгляд, недоработка. Конец шпильки в форме цилиндра, который выталкивает конус из пиноля, должен быть покороче. Не выталкивать конус на отметке 5 мм. Пиноль должна спрятаться немного за ноль и только тогда выталкивать конус. Получается, что производителем заявлен ход пиноли в 30 мм. На деле полезный ход с установленным конусом 25 мм. И отсчёт глубины подачи производится не от нуля, а от 5 мм. Проточка на конце шпильки довольно длинная и её можно уменьшить. Пиноль посажена в корпус плотненько. Интересно, что пиноль выдвигается только на 30 мм, а индикация глубины подачи на пиноли выполнена на 40 мм. Риски индикации на пиноли толстоваты, можно было сделать и потоньше. Фиксация пиноли в корпусе бабки производится путём стягивания посадочного отверстия винтом. При этом головка винта находится с тыльной стороны бабки, и чтобы её нащупать ключом при работе на станке, надо перегнуться через станок или пытаться попасть в шлиц ключом на ощупь. Это очень неудобно, поэтому я решил немного усовершенствовать этот узел. В интернете я нашёл фирму, которая продаёт различные рычаги, фиксаторы, маховички и прочую фурнитуру для станков, и заказал малюхонный рычажок. Сам рычажок выполнен из цинкового сплава. Механизм с перекидной рукояткой из стали. Была возможность приобрести со шпилькой, либо с внутренней резьбой. Но так как в корпусе бабки с лицевой стороны имеется углубление под гайку М5, я решил использовать болт М5 и рычаг с внутренней резьбой. После установки рычага на заднюю бабку, станок стал похож на настоящий токарный станок. Прям как большой. Очень не хватало этого дополнения. Теперь поподробнее о неприятном моменте, связанном с задней бабкой. Как я уже говорил в начале ролика, в первом видео я упоминал о задней бабке с восторгом. На тот момент у меня не было резцов, и я не мог проверить соосность передней и задней бабки. Но то, что я увидел после проточки конуса, я вам сейчас продемонстрирую. Для этого необходимо выточить конус и, не снимая его с патрона, проверить соосность с вращающимся конусом задней бабки. Заодно на примере конуса покажу хоть немного станок в работе. Точить я буду проходным отогнутым резцом с твердосплавной напайкой ВК-8. Резцы из быстрореза я еще не успел подготовить к работе. Резцы я покупал непосредственно на Киржачском инструментальном заводе. У них на сайте есть интернет-магазин. И можно любое количество любых резцов заказать непосредственно у производителя. Продолжение следует... Пока точу конус, я расскажу, как было дело. Мне пришли резцы с завода. И первым делом я проверил соосность. То, что я увидел, меня очень расстроило. Задняя и передняя бабка оказались несоосны. Причем, на мой взгляд, довольно сильны. Несоосность выражалась на всем вылете пиноли. Я долго раздумывал, как лучше выйти из этой ситуации. Было много разных мыслей и предложений. И простых, и кардинальных. Я решил попробовать простой способ, который не требует вносить изменения в конструкцию задней бабки. Итак, конус готов. Сейчас я покажу величину несоосности. Для этого я подвожу заднюю бабку к выточенному конусу и фиксирую ее. Для наглядного определения несоосности я использую известный способ. Беру пластину стальную из комплекта подкладок под резцы. Ставлю ее перпендикулярно оси вращения. И аккуратно подвожу конус вращающегося центра к выточенному конусу. Видно, как плоскость пластины начинает вести в сторону. И зажимать не между наконечниками центров. Как это было бы, если бы центра совпадали. А между плоскостями конусов. Я взял фольгу алюминиевую и опытным путем определил, подкладывая между станиной и бабкой, что необходимо поднять салазки призменной направляющей на 0,13 мм. Порылся в своих закромах. Нашел лист твердой латуни толщиной как раз 0,13 мм. Вырезал из него полоску с припуском. Руками обогнул лист о призменную направляющую. Положил между бабкой и станиной и стянул. Очертил границы подкладки. Снял ее со станка. Отрезал лишки. Сделал торцевые упоры, чтобы подкладка не соскальзывала при перемещении бабки. Получилась подкладка, которую в любой момент можно заменить или отъюстировать путем подкладки между ней салазками, фольги из алюминия, меди, латуни или бронзы. При этом алюминиевая призменная салазка не будет подвержена износу при трении о чугунную направляющую. Проверим совпадение центров после установки бабки на подкладку. Сначала пластиной толщиной 0,3 мм. Жало конуса получилось очень острое. Видно, что теперь пластина держится именно наконечниками конусов. Затем проверим пластиной толщиной 0,1 мм. Пластина немного отгибается в сторону, но по сравнению с тем, что было, результат уже, я считаю, нормальный. Время покажет. Возможно, надо будет подкорректировать это изменение в ту или иную сторону. Но в целом результатом я доволен. На этом о задней бабке станка у меня всё. Всем успехов в работе. Спасибо за внимание.